В России может начаться новый экономический кризис, который будет серьезнее ситуации 2008 года. В таких условиях областные чиновники пытаются сделать бюджет на ближайшие три года сбалансированным и бездефицитным. На последнем в этом году заседании правительства власти обсудили, как этого добиться. Подробности в нашем следующем материале. Хоть праздники и близко, расслабляться областным чиновникам некогда. Сейчас все силы брошены на то, чтобы сделать региональный бюджет бездефицитным и сократить госдолг. В соответствии с условиями соглашения о предоставлении средств правительством области, принято обязательство по снижению размера государственного долга области к 1 января 2017 года до 50% от объема налоговых и неналоговых доходов. При этом дефицит областного бюджета на следующий год не должен превышать 3 миллиарда рублей. Это значит жесткая экономия во всем. При этом сегодня уже начались проблемы со сборами налогов. Дальше будет еще сложнее, пророчат специалисты. Но нельзя сидеть сложа руки. Даже в таких условиях бюджет должен быть сбалансированным. От нас потребуется проведение жесткой бюджетной политики, активизация работы по оптимизации сокращения бюджетных расходов, в том числе по переводу мер социальной поддержки на принципы адресности и нуждаемости. При этом нельзя допускать снижение уровня жизни населения, качества и доступности оказываемых услуг. Угроза финансовой стабильности сохранится в ближайшие пару лет, говорят экономисты. Это время будет самым тяжелым. Органами исполнительной власти уже разработаны проекты планов по содействию импортозамещению и повышению конкурентоспособности региона на ближайшие два года. Это как раз тот максимальный срок, который потребует от всех нас собранности, напряжения сил и эффективности. В сложной экономической ситуации большая нагрузка ляжет на Министерство занятости и труда. Как показал кризис 2008-го, число безработных обязательно увеличится. Потому главное – сохранить программы господдержки. Сегодня они востребованы мало, но все изменится, если экономическая ситуация ухудшится. Программы не вызвали особого интереса как у работодателей, так и у соискателей и показали свою малую эффективность. Среди основных причин мы считаем низкие характеристики предлагаемых рабочих мест и зачастую иждивенческие настроения самих соискателей вакансий. Исключение составляет программа по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные для них рабочие места. Пока нет повода для паники, уверены областные власти. Механизмы отлажены и нужно только продолжать работу в направлении роста показателей. Грядущий экономический кризис преодолеют так же, как предыдущий. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.